Медиация в Казахстане Эта проблема состоит в том, что медиацию надо превратить в бизнес. Пока медиация не станет бизнесом, пока медиаторы не поймут, что они могут зарабатывать на это и жить на это, до тех пор медиация в Казахстане реально не будет работать. Вот поэтому я бы рекомендовала, чтобы государство не пыталось убить медиацию медиаторов. Потому что то, что было введено, я была на той встрече с немецким судей, который говорил про медиаторов-примирителей. Кто-то в Казахстане решил, что это суди-примирители, кто-то решил, что это суди-медиаторы. Пожалуйста, это не суди-медиаторы. И если вы дадите возможность людям пойти бесплатно к судью, который не обучался и не берет, кроме того, у них денег, так на чем будут жить медиаторы? Надо создать и надо хорошо разграничивать те сферы правомочий, если хотите, те сферы бизнеса, в которые может вмешиваться суть, в которые могут вмешиваться медиаторы. И самое важное, убрать этот ограничительный характер закона. Почему я к вам, как к медиатору, могу обратиться только если мой конфликт происходит из наших правоотношений? А если происходит просто из наших отношений, я не могу к медиатору, что ли? Почему нет? Вы написали книгу «Женщины в исламском государстве». А как вы видите казахстанскую женщину? Казахстанская женщина, особенно в больших городах, столицах, очень эмансипированная, я сказала бы, и очень активно участвующая в жизни страны. А вообще, знаете, давайте скажем так, иногда говорится, что права женщины в Европе, в развитых странах и не больше. Поверьте мне, это не потому, что общество более гуманное. Просто, когда одно общество развивается, нужны силы всех его членов, в том числе и женщин. Поэтому-то и женщины получили соответствующие права. Я думаю, что в процессе урбанизации и модернизации Казахстана происходят очень схожие процессы. Хотя в сельской местности и в ауле это, вероятно, не совсем так. Но не могу сказать насчет этого, потому что не знаю хорошо ситуацию женщины в сельской местности. Продолжение следует...